Айдбека Мангельды. Бишамбаев дает нам забить последний гвоздь в приговоре. Главное и эксклюзивное полуторачасовое интервью со старшим братом погибшей Салтанат Нукеновой. История убийцы Салтанат Нукеновой и ее супругом Фрошевым высоким чиновником Куандыком Бишамбаевым принесла Казахстану сомнительную известность на всех континентах планеты. О трагедии, случившейся 9 ноября 2023 года, рассказали ведущие СМИ разных стран. 29 апреля в Астане начались судебные премии на скамье подсудимых двоих Гуандык Бишамбаев и его родственник, экс-министр гастроцентра Бахаджан Байжанов. Потерпевший на суде выступил брат Салтанат Нукеновой Айдбека Мангельды. Взяли эксклюзивное интервью у Айдбека, а Мангельды о роковой роли, которую сыграли адвокаты подсудимого. Выявление мотива преступления о том, почему абьюзеры по природе трусливы, а казахстанцы не доверяют органам правопорядка. Гуанджан Мукушева. Эта неделя была ключевой, можно сказать, одной из самых важных. Во вторник, когда вы получили доступ к видеозаписям в телефоне подсудимого, подсудья неоднократно предупредила о том, что не рекомендовало бы вам просмотреть их. Но вы настояли на том, чтобы это сделать и посмотреть. Важно, и вы справляетесь с этой болью. Почему вы решили все-таки посмотреть? Айдбек. Откровенно говоря, я не представлял, что буду испытывать в этот момент. Не представлял, через что мне придется пройти. Было очень самонадеянно так заявить. Хотя в течение почти 6 месяцев я на постоянной основе изучал все. Что произошло в ночь с 8 на 9 ноября. Видео все виды экспертиз, их было 13-14 показаний. Детально приходилось изучать в том числе субмедэкспертизу, которая является основной по делу и в которой зафиксированы все повреждения и все диагнозы. Потратив столько времени на изучение всех материалов, в какой-то момент я смирился с тем, что я не буду никогда знать, что по факту произошло внутри. Не буду знать, что произошло в машине. И в тот момент у меня появился выбор. И я решил посмотреть. Сначала я слышал все, что было. Конечно, было тяжело слушать, пока судья это смотрела со звуком. Но на видео было намного хуже. После этого я всю ночь не спал. У меня внутри просто все порвалось. Я побывал практически на всех судебных слушаниях. Освещал я для нашего сайта. И за это время очень много вопросов накопилось. Как вы думаете, почему подсудимый Бешимбаев дал доступ к своему телефону, только ближе к премиям? У меня есть несколько версий. Вероятно всего, он был в состоянии очень тяжелого алкогольного опьянения и забыл о существовании этих видео. Его цель была показать в WhatsApp какую-то переписку. Если помните, в суде он требовал, чтобы телефон дали его защитнику. И чтобы только защитник выборочно показывал какие-то вещи. Когда уже его приперли к стене, ему некуда было деваться. И он дал пароль. Вторая версия. Если он помнил о видео, то, как я предполагаю, попытался удалить содержимое телефона. Он ожидал, что мы включим интернет и все удалится. Ведь адвокаты просили судье открыть WhatsApp. Но приложение не открылось. Они замешкались. Им не дали команды. А мы прекрасно понимаем, что они марионетки, по сути дела, подсудимого. И первое, что им в голову пришло, открыть галерею. По сути дела, эти видео мы увидели с подачи защиты. И защита таким образом завалила своего подопечного. Ваша реакция на эти видео очень тронула большинство казахстанцев. И понятно, что нам не транслировали видео. Что именно вызвало у вас такую реакцию? Нет, на эту тему я не готов говорить. Ульшан Макушева. Как вы утверждаете, известные юристы, которые так или иначе комментируют этот процесс? В минувший вторник появился предполагаемый мотив. Тот самый мотив, без которого обычно валится любое обвинение. Как вы думаете об этом? Айбек. В обвиницелем акте выдуманная ревность и лежала в части мотива. Просто до этого у нас были косвенные доказательства этого мотива. Все, что случилось после, указывает на прямой мотив и прямой умысел. Причинение вреда здоровью убийства. Гуджан Макушева. Он так и сказал. Я хотел отомстить Саутнат. То есть, фактически признался. Вам пришлось даже в некотором смысле заступиться за семью Баталовых? Следом за видеообращением Райбека Баталова вы посчитали, нужно поддержать эту семью. Что вас побудило сделать это видео? Айбек. Я немного проясню. Когда во вторник разблокировали телефон подсудимого и показали несколько знакомых людей, накануне одновременно мне написали, что им приснили Саутнат на суде. И она им говорила, что в этот день все закончится. Я не суеверный человек от слова совсем. Всегда был в науке. Айтишник. Но сложилось так, что разблокировав телефон, он дал нам возможность забить последний гвоздь. Причем он пытался поднять переписку за доказательствами того, что Саутнат через окно залезла в квартиру Алматы. А по факту появилась абсолютно другая переписка, где Саутнат называла его моральным уродом. Я думаю, что в какой-то степени Саутнат сама его посадила. А если говорить о моем вчерашнем видео касательно семьи Баталовых, то я с ними не знаком. Мы этого не скрывали. И мама заявила в тот же день. Они познакомились, когда Саутнат летела в Сан-Франциско к нашим друзьям, где я тоже жил. Они летели в одном самолете, общались. Вот в принципе и все. Я так предполагаю, что у подсудимого есть свои счеты. Мне рассказывали, что были моменты, в которых Баталов где-то ему дорогу перешел. Какая-то история была у них, с тех пор какие-то терки. Этот человек везде сеет разрушения. Ему уже терять нечего. Я так понимаю, у него есть некая неуверенность в себе, которую он провоцировал на мир и в Саутанат. Наверное, его больше всего привлекло то, что к ней люди тянулись, а от него уходили. Как вы считаете, дорогие друзья? Напишите свое мнение в комментариях.